Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Нашу сегодняшнюю героиню одни считают успешной и несомненно везучей, другие категорически не разделяют ее взглядов и убеждений, которые она, кстати, никому не навязывает. Знакомьтесь, Юлия Архарова. Успех женского бизнеса в немалой степени зависит от того, с какой установкой представительницы прекрасного пола приходят в сферу предпринимательства. Юлия Архарова еще в школе поняла – желание знать все обо всем может и должно приносить пользу и себе, и окружающим. Традиция, так как тебе это нравится и имеет свободный график, для меня это важный момент в жизни. Офисный планктон, облеченный в скучные костюмы, точно не для нее. Творческую натуру от звонка до звонка сидеть на одном месте не заставишь, да и не нужно, если яркие фантазии можно воплотить. Тут во многом спасибо маме, чье педагогическое воспитание прекрасно сочеталось с безупречным вкусом. В советские годы, когда там краски не сыщешь, у нас дома полы были кремовых цветов, голубых, салатовых. То есть она где-то выискивала новомодные журналы из-за границы и старалась как-то преобразить наш дом, чтобы он был не похож на обычный советский дом, где все одинаково, все ординарно, все так у всех. Так из тяги к рисованию родился целый доходный бизнес – строительные материалы для отделки, ремонта и дизайна. Началось это все с красок, то есть все было связано с колеровкой, с разноцветными какими-то баночками, с кляночками было интересно наносить те или иные фактуры на стены, на поверхности. И это достаточно увлекательный творческий вид деятельности, не скучный. Она в дребезги разбила стереотипы, что молодая девушка и будущая мама должна мирно сидеть у домашнего очага. Юлия из тех, кто этот очаг и построит, и украсит, и сохранит. Первое мое образование – это товаровед. Чтобы управлять процессами, нужно знать как минимум теорию, уверена Юлия. Так что вполне закономерно, что второе образование связано с аудитом и финансами. Даже маленький бизнес – это целый мир со своей микроструктурой и эргономикой, в которых должны существовать профессионалы. Я попробовала открыть первое в Рязани вегетарианское кафе, просуществовало оно 7 месяцев, довольно-таки плодотворно мы работали. Но просто очень трудно заниматься всем сразу – и строительством, и кафе, и тортами. Кто бы подумал, но именно вегет-кафе, а точнее Юлины убеждения относительно потребления мясных продуктов вызовут целую бурю в стакане воды. Казалось бы, разделяете, приходите пробовать, отрицаете – ваше право. Так нет, многие сочли своим долгом высказать едкую критику. Если вы видите несправедливость, вы хотите это исправить. Я считаю, что люди несправедливо относятся к братьям нашим меньшим, и я хочу это исправить. То есть для меня мясо – это не просто продукт питания, это чья-то жизнь. Она из тех, кто не боится иметь свое мнение. Иначе не вырвутся к успеху из серой массы. За яркой красивой упаковкой скрывается настоящая трудяга. Даже в кафе она снимала фартук повара, брала тряпку и шла мыть полы или подметать тротуарную плитку. Тут все согласно Сеченову. Лучший отдых – смена деятельности. Я считаю, что нельзя сидеть на одном месте. Нужно что-то привносить в свою жизнь, менять. То есть то дело работает. А мне, как женщине, видимо, все-таки женские гормоны играют, и хочется заняться чем-то свойственным именно женщиной. Так родилось самое необычное и вкусное увлечение, тоже ставшее семейным бизнесом. Чудо-кондитерское мгновенно оправдало свое название. В Юлиных руках сладкая мастика и тюбик марципана легко превращаются в любимый мультик, фотографии юбиляров, объемные картинки или в брачные ложи, где от глаз кондитера не ускользнули пикантные подробности. У нас в России нет такой профессии, как кондитер-декоратор. У нас есть кондитеры, которые делают, там, не знаю, торт Наполеон, то все. А вот по лепке – это, по сути, скульптурная лепка. Чемоданчик с инструментарием всегда при себе. Юлия из тех людей, кому достаточно телефонного звонка, чтобы развернуться и поехать, например, к детям на мастер-класс, лепить пряничные украшения на елку. Одних маквинов – это главный персонаж из мультика «Тачки» – уже 150 штук сделали. Кстати, ни у одного из ее мастеров нет художественного образования. Кто-то до этого шел в ботинки, кто на кассе сидел, кто сводил дебет с кредитом. Тут, как на школьных уроках труда, говорит Юлия, если вкладываешь душу и стараешься, то получится как минимум лучше, чем у других. Освоены и смешарики, и фиксики – маленькие человечки, живущие в машинах и приборах. Существа с узенькими ногами, руками и огромной головой. Понимаете, то есть мне это нужно было вылепить. Очень сложная работа, потому что они же должны стоять, переехать в машине и не упасть. То есть там специальный проволочный каркас делается, им ручки, ножки, глазки. Все это рисуешь. Ее взгляды на воспитание тоже не всем по душе. Сама была жертвой системы Макаренко, когда всех равняли под одну гребенку, чтобы, не дай бог, не просочилась индивидуальность. Детям нужно как раз обратное, уверена Юля. И если уж анализировать, то творческие навыки порой полезнее, чем знание многочисленных формул. Синусы, косинусы, интегралы никаким образом с составлением отчетной ведомости не связаны. Положа руку на сердце, думаю, в душе многие придерживаются такого же мнения. Но по инерции продолжают наказывать за отсутствие любви к физике или наоборот превращают в пытку занятия музыкой. Как будто экстерном хотят научить детей тому, чего так и не достигли сами. Тем, кто внутренний стержень считает признаком слабости, с ней точно не по пути. Русского человека отличает то, что в сложное время друзья всегда найдутся. У нас люди приходят на помощь в действительно сложной ситуации. А вот порадоваться вместе достижением друга, вот это гораздо сложнее. Потому что у меня очень много друзей отсеклось, которые, ну, не выдержали, скажем, того, что... Что у вас все время что-то на шаг впереди, допустим. Другие не выдержали трезвого образа жизни и здорового питания. По большому счету, ничем другим она не отличается. Любит ходить в гости, радовать себя и друзей кулинарными шедеврами, собирать грибы и обязательно отдыхать. Раньше я была такой очень клубный человек. Я три дня в неделю по клубам ходила. Ну, это до детей, соответственно. По крайней мере, там я с мужем познакомилась. И он тоже не пьет и не культ. В 32 года она поняла, что пора реализовывать свой главный прибыльный проект – становиться мамой. К девятому месяцу пришлось надевать фартук пошире. Это, пожалуй, единственное, что изменилось. Счастье материнства только украсило неуемную жажду к новым достижениям. То есть мои дети, они практически со мной везде. И даже на вот этом всероссийском конкурсе наша маленькая Эмилия ездила с нами, на сцену с нами выходила призы получать. Мы с мужем победили в общероссийском конкурсе, заняли первое место по России в номинации «Семейный бизнес». Вот, это было в конце прошлого года. Ну, приятно, приятно. Наша кондитерская семейная была отмечена как лучшая. 25-килограммовый торт с бесконечным количеством розочек для цыганского барона или маленькая сказочная страна на первый годик малыша. Кажется, трудно придумать что-то новое, а на ее страничке опять появился кулинарный шедевр. А в России, между прочим, это дело не только умения, но иногда и смекалки. Так как белых красителей у нас в России нету, то приходится использовать сахарную мастику и смешивать ее с марципаном. Самые сложные и интересные заказы, когда из кондитера, нужно переквалифицироваться в скульптора. Тут клиентура беспощадна. Портретное сходство и внимание к деталям. Некоторые должны быть очень похожи, потому что люди присылают фотографии. Например, недавно мы делали очень интересный торт. Сотрудники одной фермы для своего босса заказали. У него на руках татуировка. Сам он такой видный мужчина. И как он сидит на своем столе. Телефон в определенном месте, компьютер в определенном месте, стол определенного цвета. Юля – отличный пример того, что ни бизнес, ни дети, ни текущие проблемы не способны мешать развитию. А чужая зависть – всего лишь признак собственной несостоятельности. Ей не нужна всеобщая любовь. Достаточно того, чтобы работало любимое дело, были здоровы близкие и поддерживал любимый человек. Все остальное она заработает сама. Мы с мужем рука об руку, трудимся. У нас общее дело, общее направление. Поэтому все хорошо. Симбиоз достигнут. А тем, кому этот симбиоз как нож, по сердцу маленький совет – займитесь собой. Счастливые люди не тратят время на зависть и обсуждение других. А Юле я желаю только удачи!